В продаже бритва американского производства, сделана в Америке из американской стали, сделана специально для компании, как можно видеть на клейме CW Hackett. Это довольно старая американская компания, которая работала с 1858 года и по крайней мере по 1915. Работали они в городе Сен-Пауль, штат Миннесота, США. Сами ничего не производили. Заказывали продукцию у своих американских производителей, просили ставить свое клеймо. Их бритвы отличаются довольно красивым дизайном, необычным. И еще раз обращу внимание на клеймо. Именно в таком виде оно ставилось на их продукцию в малый отрезок времени с 1889 по 1902 год. То есть, эта бритва сделана в довольно маленький промежуток в 13 лет. То есть, это позволяет ее датировать более-менее точно. Также есть еще один вид того, что позволяет ее датировать. Это оригинальный футляр. Покажу вам подробнее. На нем наклеена такая вот гофрированная, гофрированный картон, наверное. И стоит фамилия, видимо, самого первого владельца, Вальтер. Купил он ее в 1898 году. Оригинальная. Оригинальная наклеечка. Несовременная, неподделанная. Так что бритва сделана в самом конце 19 века. На футляре можно видеть... Опять же, непонятно. С этими американцами иногда бывает. Тут написано D.R. Elliot. То есть, это не название компании и не название производителя. Если посмотреть на полотно, то на полотне есть неглубокая гравировка. Под определенными углами ее видно. Тут написано D.R. Elliot. Ну, D.A. Elliot. Special. То есть, специально для некоего Elliot. Скорее всего, это был еще один торговец. То есть, вот эта вот компания Hackett. Это... Покажу вставочку. Полное название Hackett Hardware Co. То есть, это был такой крупный поставщик самого разного товара для американского рынка. Они занимались и оружием, например, от Смиттен Вейсона. Занимались топорами, ножами, ножницами. Ну, и вот бритвы тоже делали. И вполне вероятно, они, так как для них это все делали в Америке, то и они, в свою очередь, предлагали свою продукцию для кого-то третьего. Ну, в данном случае, для некоего Elliot. Ну, на Климе тут ничего больше нет. Только Сент-Пауэль, Миннесота. На обратной стороне ничего нет. Ни Джермании, ни еще чего-то. То есть, вероятность того, что она сделана именно в Америке, просто огромная. Вот. Очень интересный клинок с классной геометрией. Вот. Выборка здесь такая между полной и половиной. Барберский носик. Вот. Очень красиво сделаны грани на спинке. То есть, их тут несколько штук. Сам переход, сами грани. Вот. Выполнена отдельная насечка именно на ребрах, на L. То есть, спинка чистая, в зеркало отполировано. А насечка идет по ребрам. Вот. Есть внутренняя насечка. Переход под большой палец. Такой, скругленный, сделанный. Вот. Ну, в общем, очень интересный, нестандартный дизайн. Вот. Бритва разбиралась полностью, чистилась. Пин поставлен латунный, с шайбочкой. Вот. Внутри все в идеале. Ручка пластик. Причем тоже необычная, очень красивая. Это такая очень удачная имитация слоновой кости. Пластик такой белый, с небольшим оттенком к желтому. Резной. Вот. Ну, скорее всего, ручную его, естественно, никто не вырезал. Вот. Это все делалось там по другой технологии. Но выполнено очень детально, очень красиво. Нижнего пина конструктивно не предусмотрено. Тут плашки с такими утолщениями. Вот. Ну, и вот с другой стороны. Здесь все идеально вытищено. Все чистое, аккуратное, красивое. Вот. Состояние, ну, великолепное. Ручка оригинальная. Вот. Все бритвы от этого хакета, который я находил, вот, они все имеют либо нестандартный дизайн, либо нестандартные ручки красивые. Вот. Цена у меня была дороже, чем многие бритвы на то время стоили. То есть, 3 доллара на 1898 год. Это крупные деньги были. Вот. Например, те же Imperial, которые я собираю, там 2, 2,50 стоили. Хотя это тоже были крупные деньги. Это стоило трояк. Вот. Ну, на коробочке Elliot Special. Это, видимо, для этого человека это все делалось. И вот эта вот наклейка первого самого владельца Вальтера. Наклейку убирать не стало, естественно. Это история. Пускай так все и остается. Вот. Покажу, как она тесты проходит. Классный. Очень легенький клиночек. Вот. В руке сидит. Ну, замечательно. Вот я его начал точить сегодня. Заточил. Вот. Изначально отличная геометрия. Не понадобилось ни ровнять, ничего переделывать. Просто взял и заточил. Шикарная вещь. Ну, и сталь поющая. Она такая, несколько музыкальная. Бритье будет очень деликатной. Без проблем правится. Заточена на одном слой изоленты. Вот. Ну, вот тут рядышком на белом фоне я покажу параметры. Вот. Забыл сразу указать. Вот. Кому интересно, может высчитать. Вот. Ну, и плюс тут один слой изоленты получается. Отличный угол получился. Именно для бритья. Будет радовать. Ну, и плюс такая она все-таки необычная. Очень красивая. В таком стиле очень много делали. Электрик Рейзер. Компания такая была. Бокер. Для американского рынка очень много подобных бритв. Похожих делал именно по ручкам. По дизайну самих клиночков. Вот. Ну, и вот у них на местном рынке тоже были такие вот умельцы. Ну, скорее всего, бритва сделана в Литл Вале. Это долина. Американская. Где располагались именно бритвенные производства. Конца 19-го, начала 20-го века. Вот. Скорее всего, сделана именно там. Ну, по Сталине скажу. Там, естественно, нереально что-то конкретно узнать. Или своя, из своей руды. Или, как всегда, из Шеффилда привозили. Ну, в Америке была такая практика. Еще до того, как они стали именно в Германии заказывать. Когда они делали свои бритвы. Руду часто привозили из Шеффилда. Ну, в общем, такой вот клиночек. Практически коллекционное состояние. Очень приличное. Следы времени, если есть, то тут мало. Следов пользования тоже практически нет. Хорошая, красивая, нестандартная вещь. Кому интересно, обращайтесь.